Речь идет о том, что получено предупреждение о прекращении электропоставки с 16 мая 2016 года на предприятие «Восток Руда». Представите, можете коротко ситуацию изложить? Что касается расчетов за электроэнергию на сегодняшний день. Общая задолженность по предприятию составляет больше 23 миллиона. Задолженность по февраль включительно заявлена в деле об оборудовании, поэтому за эту задолженность предприятие не может быть отключено. Потребление марта и апреля на сегодняшний день в сумме задолженность составляет порядка 2-800 миллионов, и за эту задолженность предприятие может быть отключено. То есть за март месяц потреблено предприятием 1,5 миллиона, а плачено только 220 тысяч. За апрель потребление составляет 1,7 миллиона, а плачено только 400. То есть предприятие текущую задолженность, не заявленную в деле о банкротстве, должно оплачивать в полном объеме, что соответственно не делается. У вас остальные предприятия у нас нет вопросов на сегодняшний день? Есть, но они решаемы. Решаемы, да? Еще раз, мы пока комиссию сейчас не открываем, мы сейчас хотим в порядке, в рабочем порядке обсудить ситуацию, потом откроем заседание комиссии, чтобы принять какие-то решения. Так, все? Понятно? Еще раз. По ним никаких вообще движений, ваше руководство каким образом видит развитие событий? То есть это, ну, текущий миллион сличных? Да, да, то есть в порядный момент речь идет по марте. Спасибо. Игорь Иванович, слышали? Что-нибудь с картером, хорошего? Красиво, Игорь Иванович. Ситуация такая же. Верим, что, еще раз. Мы сейчас без контроля, без контроля. Да, да. Смотрим, вот, контроля и будем понять ситуацию. Ситуация такая же, которая была. Сейчас водоотлив идет полностью, откачка воды, та, которая есть за горизонтом, и электричество того, что есть потребление, используется на то, чтобы использовать вода. Вот вкратце. На какие-то другие потребления технологические, какие-то другие потребления на предприятии нет. А как им дают? Вот они, кто стоят для товара, нет оплаты. Ну, вопрос... Риторический уже, да? Риторический, да. То есть, сейчас, если бы, как бы, используются в природоохранной какие-то там мероприятия по затоплению шахты. Сейчас вопрос стоит о затоплении шахты, если так говорить кратко. И все. Игорь, а у нас были проекты решения, по которым, как бы, вас обязывали все-таки допустить их. Транспорта на подстанции Новая, представители ДТ. Ну, кто? Кто берет на себя ответственность о затоплении шахты? Покажите мне этого человека, который будет юридически правоспособен. Я на себя ответственность о затоплении шахты брать не буду. Я говорю это открыто и на камеры. Я, как руководитель предприятия, брать на себя ответственность о затоплении шахты не буду. Вы шумеетесь на руках решения комиссии, то комиссия берет на себя ответственность о затоплении шахты. Но, к сожалению, комиссия не присутствует вместе со мной на судах и на следственных действиях. Поэтому я думаю, что... Не буду это зарплаты. Я не буду сейчас дискутировать. Я думаю, я четко, кратко выразил свою позицию по поводу того, что... Возвращаясь на месте, то зарплатят и другие совсем дела. Вы знаете, молодые ваши. Помогите, что они думают, что они не имеют отношения к этому. Я же говорю еще, комиссия берет на себя ответственность о затоплении шахты? Нет. Комиссия принимает решение? Принимает решение о чем? О допуске, о выключении, о последствии выключения. Комиссия берет на себя ответственность. А какие у вас последствия? Затопление шахты, я еще раз говорю. Когда у нас заканчивается работа над выставкой? Про них проект. Хорошо, все. Открывай. Начинаем с 20.05, начнем с позачергового заседания 16 комиссии вопросов о экономической безопасности и различных ситуациях. На порядке днем у нас одни вопросы. Это про отключение линии Л-327, санкции Северна-150, от центра живления товариства «Восток-Руздак». Чтобы начать наши заседания, я хочу рассказать, что корм у нас есть только две особи, одна в отпуске, одна подводится, представник РЗУ, все другие на месте. Поэтому я предлагаю начать наше заседание. Кто за это вопрос, прошу голосовать. Кто против, кто поддерживает. Для работы комиссии, прошу выбрати регламент. У нас три вопроса. На выступ, на вопрос. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Прошу голосовать. И пропану тебе часовые рамки пока не установлю на �in bit. Хорошо вы должны уходить за решилен. Прошу. Порядок денный. Про отключение Л-327 ПС Северная-150 Та недопущение экологической татастрофы в городе Жовтіводи Слушали Абрама Владимировича, межкового главы, который сообщил присутствием Про мету зібраня, мета зібраня Є загроза припинення енергопостачання мешканцям міста Жовтіводи, які не мають ніякого відношення, в тому числі, до бургів, які зробило ТОВ «Восток Руда» На даний час загроза відключення від енергопостачання мешканців міста об'єктів комунальних та державних підприємств, установ та організацій НСЛ Значну небезпеку для сталого функціонування та життєзабезпечення міста Жовтіводи У ТОВ «Восток Руда», якщо ви розумієте присутні, немає достатніх коштів не тільки сплатити борги, які маються значні, більше як 20 млн, 23 млн, так? А також поточні платежі, які складають точна сума помісячним приблизно Представник ДТК, будь ласка Задовженість 1 млн 343,682,48 млн і поквітню 1 млн 340,216,46 млн Тобто кожен місяць борг за поточну електрику складає більше 1 млн 300 тис Тобто підприємство отримує електрику, але не сплачує, взагалі нічого не сплачує? Часково? Часково? Які частини? Якщо в марте було підприємство на 1,5 млн, то підприємство на 220 тис По треті підприємства составляло 1,7 млн, поточне – 4,6 млн Що тут з поточною заборгованості, яка зараз виникає? Будь-які є судові справи? Що тут поточного? Вам не відомо? Поточне – ні, є тільки рішення імені ті суди, які з'являлися Ігор Іванович, можете щось повідомити про поргах за електрику, які виникають зараз Поточне заборгованості? Які-небудь суди? Або є яка-небудь ухвала суду про забезпечення позову Щоб не вчиняли дії з боку ДТЕК? Є які-небудь рішення такі? Немає Ігор Іванович, ви підтверджуєте, що дійсно є поточна заборгованість такого розмірі, яка не сплачується в повному розмірі? Поточна заборгованість є і часткова сплата за споживання також є Представник? Цей, є? Коротко поведомьте, наслідки відключення від електропослачання того розмірів І які скіни можуть бути? Ну, відключення, якщо буде відключення Восток Руду, то буде відключено більше пяти тисячі потребителів Включає школи, детські садики, юрлиця, СБУ, Горисполком, ну і население На процентах 80 в течіні п'яти часів ми зможемо подати напряження всім потребителям Окрім, там є перелік Так, так, на зимний період, зараз, можливо, і більше буде Ось цікав не буде перевантажено? Так, так, так Тобто, все зависит от того А ще, поясніть нам, будь ласка, як особа, яка є представником організації Яка не має ніякого відношення до бургових зоробв'язань Тобто, як неупереджений представник Щодо взагалі дій ДТК З точки зору кодексу електропостачання Чи все правильно? Відомо? Відомо Які дії будуть законними? За вашу думку, як вважаєте? Як законно повинно діяти довго, що хруда і ДТК? Я не готовий зараз приїздити А як повинні діяти взагалі споживачі, які не плачують за електропостач? Ну, договариватися Я думаю, що не треба договариватися Невершено питання немає У нас немає безпеки, ви бачите, немає денег взагалі Так, ну, скільки я не готовий Ну, у нас останеться одна воронанская каналація, которая запитана По станції Северная 6, отключена На которую ми не зможем подати на пролез Это що у нас? Каналізаційна Каналізаційна Це там, де ми с Евгением Анатольовичем були, коли каналізація накапливалась в трубах до определенного момента Це ми ніяк не запитаємо Це не Мені дві стрижки питання, наскільки ми є запитання на нашій сеті І вони всі запитані від поставці стрижки У нас є идея пустити ці стрижки прямо в шаг Така идея була Там, якраз, є виход Нет, серйозно Да, є така идея Пустити в шаг Ну, треба якось действувати Ігор Іванович, що-нибудь можете ще допомити? Ігор Іванович Касателі ідеї запуска стрижки в шаг Касателі вообще ситуації На даному момент предприятие находиться в стадії банководства Проводяться судові і всякі слідки На даному момент на предприятии находиться персонал, который задействован в обслуживанні ствола І обслуживання водоотлива Електричество використовується на водоотлив для поддержання уровня води Щоб не допустити затоплення шаг Откратно Один із участників общества з органічною ответственностю «Восток РУДА» Который їздить на самому дорогому автомобілі в Україні Не хоче яким-то образом помість своєму предприятию погасити долги? Касаємо единиці на автомобілі я не можу нічого сказати В часті дальнішої судьби предприятия Якщо б не було б власник за анти-соом судьби предприятия То ситуація була б, я думаю, на данному момент намного круче, ніж яка є Ну, якщо вкратце, там плюнуть, да і загрузить Осуществляється финансування, яке йдет в першу черт на погашення заробітной плати Восток труда за останніше погасив значительно задолженность по заробітной платі І ця сумма превышає 1 мільйон гривень Точно скільки, Ігор Іванович, ви погасили задолженность? Ну, якщо з налогами, то це порядка 3 мільйонів Це з налогами порядка 3 мільйонів Подвіждається, действительно, це правда Задолженность по работаючим людям отсутствует с начала 2016 року Задолженности немає у нас на предприятиях Це теж, о чому я думаю, говорить о каких-то финансових впливах Поэтому на данный момент, к сожалению, ситуація Рассматриваються различные варианты по поводу запуска предприятия Какого-то образа его финансового оздоровления Но, к сожалению, экономическая ситуація Сейчас не благоприятствует определенный момент Поэтому на данный момент сейчас предприятие Основная задача – это выжить Основная задача – сохранить коллектив Задача – сохранить имущественный комплекс Потому что, если не дай лоб, то это все Это можна ставить крест на предприятиях А за счет каких активов вы собираетесь оплачивать за должность в размере 23 млн грн? Я думаю, этот вопрос решится от кредиторов И определяют пути дальнейшего Перечки кредиторов есть? Нет, ну, еще, по крайней мере, судом не утвержден этот перечень Заявление подроков есть Вы подали за конец Затай подрок Сейчас проводятся юридические по поводу формирования Но на этот процесс я не имею влияния И, соответственно, вообще Что вы можете сделать еще по этой ситуации? Ну, скажу так Сказать, что вообще полный ноль нельзя сказать Ну, где-то не даст соврать Какую-то сумму погашает, если я правильно понимаю Единственное, задолженность… Если бы была задолженность ежемесячного потребления на 500 тысяч Можно я буду говорить? Спасибо На 500 тысяч и вы погашали 200, 300, 400 Ну, по крайней мере, соизмеримые цифры Здесь плюс-минус в порядке допусков работаете Когда полтора миллиона погашаете 200-400 тысяч Это тупик, Игорь Иванович Вы сейчас прекрасно понимаете, что эту воду мы не носим сами Ни бедра, ни рубровами То есть это является природной явочью Ну, пускай заполняет свои пустоты Это природное явочье Ну, какие пустоты? То есть вы предлагаете полностью в предприятии Иначе затапливать? Ну, если говорить кратко Я предлагаю не получил товар, за который вы не платите деньги Вот что я предлагаю Ну, хорошее желание Я тоже за это Предприятие субсидировало вас Потому что они не теряют, потому что у них есть проблемы с инфляцией Вы же понимаете Так же? Ну, конечно Вы же когда ваши долги вам должны были Я же помню, как вы их взыскиваете Вы же знаете Если исходить из позиции вас, как руководители оборудов Я прекрасно понимаю Но если исходить из того, что в истории в 2004 году Когда шахта топилась И государство было абсолютно, как бы это сказать Толерантно, да? Не ругаясь Государство вообще не было заинтересовано И им было абсолютно наплевать на это предприятие И когда пришел инвестор из 400-го горизонта Когда в последний момент успели поймать эту воду И откачались до 800-го То никто не обращал на это внимание Каким образом инвестор это сделал Это считается по умолчанию функцией инвестора Игорь Иванович Когда есть топ-1 И он затапливается водой Ну, затапливается до какого-то уровня Ну, и плюс, и плюс Зачем его откачивать? Я до конца не понимаю Исследования 2004 года говорят о том, что Ну, поднимется до 163-го уровня Ну, дальше Ну, сейчас уже точерт Я думаю, мы увидим ситуацию Наука скажет Я не буду, как бы Есть ли подчет 2004 года Уже прошло, дай бог, уже 12 лет Что там? Какое состояние? Это же не дезер, который потом затопит весь воду Понимаешь? То есть, вода какого-то уровня поднимется Поднимется? Да ну, его Поднимется Затопит веселый ламп Затопит желтую речку И выйдет Когда шахты не было Ты не была затоплена? Когда шахты не было Не было выработки пустоты Не было выработки пространства Под лошадом Ну, что-то заполнится и заполнится У вас там камеры еще пустоты есть Видели? Там есть куда выйти Ну, давай Это же не дезер, который поднимается А сейчас затопит веселый ламп И мы с ноем Да Я бы не хотел присутствовать в тот момент Когда будет уровень подземных вод Доходить до нуля И потом мы все будем стоять за голову Хвататься И будем говорить Что ж мы наделали Я понимаю, есть проблема С взаимоотношением с детекцией облэнерго Но есть и проблема другая Если бы это был бы поверхностный комплекс И не касался бы потребления электричества То я думаю, электричество потребления было бы всего лишь Максимум 2 тысячи гривен в месяц Но так как это электричество идет полностью на водоотлип Затопить полностью инфраструктуру Затопить всю шахту Потом же, опять же Я буду стоять уже перед другой комиссией Какой-то государственной Которой будут большие люди Задавать вопросы Смотреть с глазами И говорить Что ж ты натворил, уважаемый Ну, уже Ну, было Природная охрана прокуратура здесь была Были все умные товарищи Задавали эти все вопросы Разводили руками Поэтому я не хотел бы стоять перед ними Один Вич-Навич И отвечать за те вопросы Которые я не могу повлиять Поэтому то, что есть у меня Моя задача как руководителя Это сохранить предприятие Да, есть проблема Да, понятно За счет За счет За счет Но это, к сожалению К сожалению, такая сейчас у нас У меня дилемма Что еще шар Выставить Можно Мне кажется, что на этот придет там Баба И вас тебе понесет Ну, здесь есть, в общем-то, очень серьезный момент Как представитель Центральной энергетической компании Доложил о том, какие возможности Технические у этой компании По обеспечению электроснабжения Отдельных потребителей В том числе населения Объектов социальной инфраструктуры И других потребителей В случае отключения Под станции Новое Общество Восток Руда Значит, и он Вкратце также доложил о том, что Объект Канализационная насосная станция Которая находится на балансе водоканала В этом случае Обеспечено электроснабжением Быть не может Чисто из технических возможностей Центральной энергетической компании Вот Ну, я что хочу доложить Канализационная насосная станция номер 2 Обеспечивает водоотведение Старой части города И это около 30% Всех сточных вод города Вот Чтобы все представляли Сколько это Я вам скажу Это примерно 2 Две Две с половиной тысячи Кубических метров в сутки То есть это метр на метр Это река По большому счету Да, вот это вот Такой объем Который Постоянно Ковлосуточно Откачивается Со старой части города Включая и Больничный городок Включая и Много Значит Юридических лиц В том числе Те, которые Относятся к Введанию Значит Возбока Вот Включая Объекты Социальной инфраструктуры Города Это и садики И школы Ну и жилье Естественно Ну и другие Потребители Физические И Юридические лица Значит В случае отключения Я хочу еще доложить О том, что Водоканал является Потребителем Первой категории То есть На таких объектах Электроострабжение Осуществляется Не одним Источником Вот А как минимум Двумя Источниками В случае, если Один выходит со строя Автоматически В течение нескольких секунд Должен включаться Второй источник И этот объект Должен работать В постоянном режиме В случае отключения В полном объеме Ну собственно Можно говорить Об экологической Катастрофе Вот Кроме этого То оборудование Дорогостоящее Оборудование Которое находится На этом объекте Может быть затоплено И в общем-то Придет в негодность А это оборудование Стоит сотни миллионов Гривен Значит Поэтому Поэтому Ситуация Крайне тяжелая Я понимаю Те взаимоотношения Которые на сегодняшний день Есть На уровне ДТ Коблэнерго И Восток Руды Значит И теми Финансовые обязательства Которые там Присутствуют Но Вот эта ситуация Которые Которые я вам докладываю Очень серьезные Это не просто Посидеть в квартире Я извиняюсь Как говорится Несколько часов Там без электроэнергии Вот Подождать Вот Это серьезная ситуация И она может привести к тому Что если будет затоплено оборудование Что этот объект Уже больше никто Не запустит в эксплуатацию Да Кроме этого Законодательства И правила Предоставления Значит Электроснабжения Они предусматривают Что если Такая ситуация Складывается Значит И Включается Так называемое Обмежение Вспоживание Электричной энергии Отдельных потребителей Внаслідок Включения Споживача Мое проводиться За умови Одночасного Забеспечения Збережения Необхідных Ривнів Надейности Та якости Электропостачения Инших споживачів Або Субспоживачи То есть Все договорные Отношения В порядке Водоканал Является Субспоживачем На данном Объекте Электроснабжения Я считаю Что все таки Правила эти Они же написаны Может быть Как говорят Законодательство По охране труда Оно написано кровью Вот Здесь тоже Можно Аналогию провести Вот Поэтому Вот Однозначно Говорить об отключении Не обеспечив Не обеспечив Тех споживачів Которые Являются Которые обеспечивают Жизнедеятельность В этом городе Ну наверное нельзя В 2004 В 2003 году На заседании Аналогичной комиссии Рассматривался уже вопрос Когда Было О котором коллеги говорили Вопрос Затопления Шахты Еще предыдущим Собственникам И собственно я хочу Проконстатировать Что это действительно Вопрос Ну с точки зрения Экологических вопросов И попадания Даже Каких-то радиоактивных Отходов Тогда по крайней мере Так высказывалось Вплоть до Карачунов И на Кривой Рог Это в принципе Вполне реально Поэтому Здесь Ну не стоит Сбрасывать со счетом Что если Абсолютно Скажем так Пренебрегать этими вопросами То мы не получим Каких-то Неприятных Экологических проблем А может быть Даже и бедствий Но я не говорю уже Об уголовных делах Поэтому У меня Продолжение следующее Следующее Во-первых Учитывая Действительно Мнение Которое сейчас Высказал Евгений Анатольевич И то Которое существует В соответствующем Законодательстве Я думаю Что необходимо Обратиться К руководству Днепр 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 Социальную значимость Объекта КНС Канализационных Очистных Сооружений Они должны Обеспечить Путем Выполнения Работ За счет Своей Инвестиционной Программы На этот год Потребление Резервное Потребление КНС Электроэлектроснабжение Ну мы не можем Этого допустить И чтобы возникла Другая Чрезвычайная Ситуация В связи с выходом Канализационной Насосной Станции Поэтому Здесь должно быть Обращение Как к ЦЕКу Так и к Обл.Энерго То есть пока не будет Решен вопрос Обеспечения Бесперебойной Безаварийной Работы Насосной Станции Но нельзя Этого допускать Причем Я еще раз Обращаю внимание Организация Которая Занимается Обслуживанием Электрических сетей Является ЦЕК Центральная Аэротичная Компания Поэтому У них Существуют Инвестиционные проекты Как и других Организаций То есть наша задача Чтобы эта компания Интенсифицировала Работы по Резервированию Электроснабжения Что касается Основных потребителей Если они обеспечивают Резервирование На данный момент А может быть оно И недостаточно В полной мере Или недостаточно Мощные То и по другим Направлениям Тоже ЦЕК Должен выполнить Эти мероприятия Поэтому Две организации И ДТЭК Облэнерго И ЦЕК Они обязаны Между собой Решив вопросы Надежного Электропотребления Других потребителей Чтобы они Не пострадали Выполнять мероприятия Что касается Работы По стягиванию Борговых Забовязан С компанией В данном случае Которую Пытаются Отключить И еще Естественно Необходимо Обращение Наверное От городских властей К собственникам Совладельцам Нашей шахты Нашего Предприятия Городского С тем Чтобы Они как Совладельцы Выполняли свои обязательства Перед ДТЭК Облэнерго Это тоже понятно И компания не может Предоставлять свои услуги Безоплатно Поэтому Здесь Мне кажется Мы можем только Воздействовать Путем нескольких Обращений Возможно Необходимо Выйти на более Высокий уровень Городского совета И сделать вот такие Обращения К тем организациям Которым я сказал Все у меня Фантазер Я тебя называл Так Еще Предложения Павел Юрьевич Предложения Предложения То же самое Единственное что я хотел бы Отметить что данная Ситуация У нас Действительно на протяжении Большого времени Есть Значит Наше предприятие тоже Восточно-оборотно-бахтительный кабинет 12 числа Получила Данное уведомление О том что Предприятие Восток Руда Будет отключено 16 числа Вот Но В данном уведомлении На наш адрес Есть одно новшество Это вот Связано с тем Что как раз таки Говорил сейчас Александр Владимирович Значит Если ранее нам Как бы предполагалось Как-то косвенно Оказать Так сказать Давление на Восток Руду Предприятие Восток Руда О том чтобы Значит все таки Они работали Больше с ДТ То сейчас нам Предлагается В связи с данной ситуацией Является Я так понимаю Что практически Безвыходным Вот Нам предлагается Вложить Наоборот Еще деньги Для того чтобы У нас Как я говорил Значит извините Четыре объекта Наших Значит отключается В данном случае И в том числе Значит военизированная охрана У которой есть комната оружия Которая тоже останется Без охраны Без сигнализации Вот Значит нам предлагается Вести новую линию Для того чтобы Обеспечить нам Значит Электроснабжение Наших объектов Причем С соблюдением Действующего законодательства Получить технические условия Выполнить технические условия Значит И соответственно Значит заключить Новый договор С ДТЭК Облэнерго Значит Если ДТЭК Облэнерго Значит Отключая Как бы вот сейчас Было названо Значит Пункт правил Пользования Электроэнергией Значит Отключая Субподрядчиков Которые вроде как Субпотребителей Не имеют задолженности Значит В этом случае Оно может нарушить Правила То в случае Значит как бы То что нам предлагается Выполнить Необходимо выполнить Все действующее законодательство Поэтому Ну тоже как бы Есть Вроде как Разогласие Да Это Это Злоупотребление Монопольное положить У меня вопрос Представителю ЦЭК А скажите мне С точки зрения Обеспечения Параллельным То есть называется Снизить риски В два раза Обеспечив Параллельные Сети Для Новосугоковских Подразделений И для Водоканала Что Схема Как мы можем здесь работать Теоретически Ваше может предприятие Вложиться Потому что это ваши будут Сети Теоретически Ну это все Просчитывать Вот это все Вот Смотри Это все Теоретически Это решать буду Не я Я здесь Я здесь Я здесь Я здесь Я здесь Игорь Иванович А вы видели Выставки Экспертной оценки Экспертизы Которая проводилась В 2003 году Я так понимаю Вы видели И я читал Там написано Полное затопление Горизонтов На ноль Шахта Порядка 8 лет Так Если вы не допуск Производите То у нас Через 12 Или сколько часов Игорь Иванович Когда у нас фекалии Полится Три часа Три часа Три часа Три часа Ваши затопления У нас растягиваются На годах Когда отключили город По прошествии Двух-трех часов Мы с ним Злавным инженером Были на этой Подстанции И в принципе Готовы были уже Открыть вентиль Чтобы это все Лилось вот туда Куда я сказал То есть Я хочу сказать следующее Что если мы Не примем решение Оно же не рассосется Но решение о затоплении У вас будет Клюфта еще Извините 8 лет Ну там еще не будет Необратимых последствий Порядка Пару лет это точно Если же мы Ничего не решаем И на центрах Живления отключаем У нас затопление Извините фекалий Начнется через три часа Вы говорите о том Что Я предлагаю Вам не отключать Я ничего не предлагаю Я предлагаю вам Обеспечить Видно письма Которые и вы получили Доверника Верши Наглядов Которым написано Что ваш обовязок Как основного Субспорья Забеспечить Доступ Представникам Энергопостачальника До электростановок С методом Забеспечения Сбереживания Ремни Владельности Электропостачания Объектов Субспоживачи Это как раз касается Того Что Герой Евгений Анатольевич Они Сгидно пункту 7.3 Должны обеспечить Параллельно Чтобы споживачи Имели Ну Которые не имеют Задорности Чтобы они имели Энергоспоживание Но при этом Вы Одновременно Должны обеспечить Доступ Как основные Споживачи И тогда Они обеспечат Субспоживачи Нам надо просто Разобраться Как Что Возможно Это Физические Технические Дать доступ Для того Чтобы они обеспечили Надеянность Постачанию Электроэнергии Сейчас Есть какие-то Угрозы Надеянности Постачанию Электроэнергии Конечно Если будет отключено Нет Вопрос Стоит Либо в надеянности Энергопостачания Либо в постачании Электричества Давайте разделять Электричество В том Что вы допускаете Специалистов Которые Знают Как Переключиться На подстанции На подстанции На подстанции Предприятия Из-за вас Не пострадали Сейчас Вершая разница Очень Да Никто не подсчитывает Хорошо Государственная собственность Рудничного поля Сколько кто-нибудь Подсчитывал Скажите мне Пожалуйста Давай мне Послушайте Когда вы эти вещи говорите Вы не имеете Ни одного документа Который называется Заключение экспертизы Давайте не будем Вообще здесь Манипулировать Не хочу я это слушать Еще раз Пока нет документа Мне все эти ваши слова Не имеют никакого значения Все Есть документ 2003-2004 года Старый Сейчас будет новый Все Вы с вопросом Я об этом хочу сказать Предложение Что предложение у меня такое Что у вас же будет время Поехать к своему хозяину В Киеве поговорить Что началось затопление шаг И может у хозяев Ваше наступит Поехать Давайте не будем Этим манипулировать Потому что Хозяин Как вы говорите Известному Он ездил уже много раз Хозяину по большому счету С собой бы разобраться Так Предложение По решению Какие решения вы принимаете Какие будут предложения Ну Поздно я скажу Действительно Как Юльич Наверное Извыходная ситуация Я помню На какой-то из комиссий Мы уже говорили о том Чтобы дали Какой-то предварительный Обсчет Сколько стоит Эта вот ветка Запасная Или как она называется Правильно технически Но опять Ничего не помню Так не услышали Говорят много А сколько Никто не сказал Сколько это стоит Сколько нужно Финансирование И возможности Чтобы дать задание Чтобы они все-таки С рукаусом решили Хотя бы Проинформировали Информацию Дали Сколько это будет стоить И возможно ли Сколько Это знаете Это долг Долг Ну а текущий Полтора миллиона То есть тоже Ну как Как им пояснить Что вот Люди не получают Допустим зарплату Как им пояснить Владимир Владимирович Главное дело Веду Если построить Значит Отдельные Линии Электростабжения Для отдельных объектов Которые на сегодняшний день Невозможно Забеспечить Мы со своей стороны Водоканал Обращались Центральной Электростабжения С поиской Сделать Определенные Расчеты И за свой счет За счет Составляющей Построить Такую Ветку Электростабжения Воздушную линию От насосной станции Номер 3 Это АТХ До КНС Номер 2 Мы получили Официальный ответ В результате Переписки О том Что Значит Центральная Электростабжения За свой счет Это делать Не может Не имеет Такой возможности Значит И предварительно Была там Названа Сумма Для выполнения Проектирования И выполнения Этих работ Около 900 тысяч То есть Таких средств Это понятно Но если у Центральной Электростабжения Нет То естественно Водоканала Ну и так же Я уверен В том Что Да При этом Ведь Подключение То которое существует Оно выполнено Согласно всех Норм и правил То есть Правильно Павел Юрьевич сказал Что В то время Когда это необходимо Было для проектирования Значит Были получены Технические условия Выполнено Проектирование И Выполнено строительство Значит И оно соответствует Всем нормам И правилам Все Выберем 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 Поэтому Я Как бы там ни был Я предлагаю Все таки Внести в протокол Те вопросы Которые Я Поднимаю Да Если речь идет О том Что все таки Отключение Неизбежно Протокол Нужно вносить И принимать решение Об отключении Водоснабжения Этих районов Для того Чтобы не иметь Сточных вод И не иметь В дальнейшем Значит Экологической Катастрофы Но без воды Никто жить не может Значит Без всего Чего хотите Можно прожить Без воды невозможно Да Да Кроме этого Все таки Правила Законодательные Правила Они Они существуют Поэтому Даже если такие Мероприятия Какие-то мероприятия Значит По ограничению Электроснабжения Должника Осуществляется Нужно соблюдать Требования Правил И обеспечивать Электроснабжением И качественно И количественно Субспоживающим Это тоже Я предлагаю Внести в протокол Есть предложение Необычное Необычное Елена А посмотрите Там автобус стоит Давно Давно Хорошее Стоит Есть предложение Составом комиссии Выехать на место Расположение Под станцией Северной Новая Новая И Посмотреть На месте Что-то происходит Есть Предложение Честно Есть Возражение А что смешного Что смешного Специалист Для чего Для чего Для чего Посмотрите Если вы Возьмите Для того Почему Есть Возражение Вы нас Пустите К комиссии Осмотр Вообще На месте Я думаю Нет В этом Целесообразности Ну мне Так Комиссия Как Посмотреть Где Можно Ладушку Или Можно Нас Хотят На место Посмотреть Что там Как Чего Как Как Там Как Мы Допуск Олентозапасности И Допуск Только Для специалиста Имеющих Вот Как раз У меня Николай Ильинич Проведет 10 часов Курс Создавитель По технике Безопасности Долго Создав В течении 8 часов Предложение По решению Ну я Своему У меня есть Предложение Обратиться К цеху Воздержаться Пока От отключения В связи с тем Что они Не могут Обеспечить Бесперебойное Электроснабжение КНС Раз не могут Значит Воздержаться Пускай решают Вопрос технического характера Вот когда они Протянут линию За счет себя За счет Шахты За счет какой-то Сувенции Тогда пускай Отключают Вопросов нету Задача цеха Обеспечить Бесперебойное Электроснабжение Других потребителей Которые платят Свое время Но Подстав Отключения Немает Это у них Взаимные отношения Это уже шахта Пускай разбирается Восток Руда Разбирается Так мы Одних Обязываем Других Не обязываем Что-то непонятно У вас тоже долги Наверное перед ДТЭКом Да, Александр? Понятно Тогда вы не можете быть объективными Не любят ДТЭКом Деньги должны все им Я вам был должен Сколько? 300 гривен Жена забыла Заболела Пневмонией 127 гривен Меня предупредили Отключение Она больная Выскочила в субботу Заплатила Все четко Потому что мне некогда Я не отслеживаю платежи 127 гривен В испытании Но она болела Два месяца Есть такое предложение Первое Ну традиционно Запретить Под ДТЭК Ошлять действия Вследствие которых Потребители Желтых вод Могут остаться Без подачи электрической энергии Беззаконных на это оснований Но пункт второй Есть предложение Обязать Руководство ТОВОСТОК РУДА Предоставить доступ Трансформаторной подстанции Новая Для представителей Днепрооблэнерго Есть еще третье предложение По поводу ЦЭК обязать Ну не знаю Насколько их обязать Хотя бы Рассмотреть планы Как это сформулировать Сформулировать планы Да Пускай рассматривать Рекомендовать ЦЭК Предусмотреть Или как это сформулировать Правильно Специалист Алла Львова Вторую ветку Знаете так вот бросить Вы же понимаете Не так просто Ну это люди платят Чего их должны отключать Есть законодательство Написано Это понятно Ну и думай Алла Львова Изначально проблема в том Проблема в том Что вас Никто не мог предположить Что шахта урановая Будет когда-то отключаться И никто не мог предположить Что урановая шахта Будет когда-то в собственности частника Никто даже это голову не мог предположить Что в 90-х годах Сначала сделают Восток Ашурс А потом сделают Вообще частным Отдадут руки Понимаете Никто даже не мог предположить Если бы она была Государственной собственностью Конечно была программа Программа спасения И так далее Какая-то А в данном случае Как мы можем Оплачивать частнику Его как бы Работал Зарабатывал деньги А сейчас он считает Что он Никому ничего не должен А не хочет Эта часть продать А не хочет А в том и то и дело А не хочет Мое Вин Пролетая на вертолете Над желтыми годами Частник Выкупил Здание Юрза Эта же Эта же часть Пролетая Купите мне вот это Купи Сейчас Не крыша держать Сейчас Ну хорошо Пусть они разбираются Мы пока не будем разбираться Сидеть бесед Так они не имеют права В главном случае Потребители Я предлагаю дополнить Вислухавши За уважение Елена Анатольевича Дополнить Пункт 1 Про заборону ПАДетект Чинить и действия В наследии Каких споживающие Места Жовтеводы Моют залишитись Без подачи Электроэнергии Статей Пункт Пункт 7 Пункт 7.3 Правила Электроэнергии Электроэнергии Введены Постановой РЕК От 31.07.1996 Н.28 Это Постанова Купить Постановку Передуг Получать Пункт 1 Таким Абзацем А представители А я не понимаю, а почему ваше руководство, я говорил Юрию Богдановичу и Кухтейо, почему не подали иск о том, чтобы и в качестве обеспечения иска обязать предприятия допустить к этим клеммам? Не могу, или вы не можете ответить на этот вопрос? Потому что там есть такой вариант обеспечить иск путем обязать представителей ДТЭКа допустить к клеммам. И тогда, если не выполняет это решение суда, там наступает уголовная ответственность, там без вариантов. А это хороший вариант. Так, еще раз. Три пункта. Первый, понятно. Второй, обязать руководство ТОГУ СТУК РУДА предоставить доступ к дотарматорной подстанции новой. Вы можете представить эти вещи, в том числе в суде представителей ДТЭК, решение этой комиссии в этой части. И третий пункт, это по отношению ЦЭК. Мы хотим какую-то просьбу, рекомендации, каким образом сформулировать. ЦЭК, мы хотим вас попросить все-таки чего-то сделать. Рассчитать. Рассчитать. Я понимаю, что вы как бы, ну... Предусмотреть, Владимир Владимирович, предусмотреть за счет инвестиционной составляющей, инвест программы, строительства и обеспечения электроснабжения отдельных объектов, те, которые не могут быть... С целью предотвращения, предотвращения, значимых для города объектов, в том числе жилого фонда, в том числе СМСЧА, в том числе водоканала, предусмотреть... Предлагаю слово написать рекомендовать, потому что они не могут. Рекомендовать. Что мы им рекомендуем? ДОСУ. Нет, не могут. Мы должны работать по среднесту резервных обладной линий электроснабжения для отдельных объектов. Илья Анатольевич, вы говорили, что за месяц выбирали вот этот проект 900 тысяч, они в месяц теряют 1,3 млн. За деньги. Не, ну не вы, не вы, ДТЭК. Ну хотя бы, они бы помогли, за месяц и решили бы этот вопрос. Значит, этот вопрос обсуждался. Мы с Владимиром Васильевичем были у генерального директора обладателя. Значит, и этот вопрос поднимали. Он при нас позвонил генеральному директору Центральной Индийской компании об этом. Переговорил устно. После чего мы обратились к генеральному директору ЦЭК. Значит, шла переписка. В конце концов мы получили, к сожалению, отказ. То есть они хотят все-таки инвестиционную составляющую приложить либо на город, на 900 тысяч, извините меня, вы же понимаете. А мне не будут пускать на все месяцы, два и три, а долги будут расти, расти, расти. Так вы уже раз бы сделали. И вопрос бы решится. Третий пункт формулируем. Третий пункт формулируем. Где находится подстанция Центральной Индийской компании. Построить воздушную линию электроснабжения. ДТЭК в ваших сетях на машине? Вообще. Вообще. То есть вы не сутки? Нет. Да, Центральная. Хорошо. Рекомендовать тогда. Рекомендовать. ПАН. Название. ЗАД ПМЦ. ЗАД ПМЦ. ЗАД ПМЦ. ЗАД ПМЦ. У вас обходной манирует там есть или нет? Оружайка. Нет у вас? Нет. А как с вами? Мы сейчас находимся только автономные насосы, когда отключают, но это же не вечно. Понятно. А сколько вам тянуть сетей примерно там расстояние? Это же наша АЗСК. Третий насос. Итак, еще раз, как вам делается? Комиссия решила, примерно, запретить ПАДДТК Дніпроболу, челити дії, внаслідок яких споживачів міста Жевтіводи залишаться без подачи електроэнергії, без законних на те підставки, виконувати пункт 7.3 правила користування електричною енергією, введені в дію постанови НКРФ. Это 1.07.1996 года, 28-го, зі змінами та доповненними. Другий пункт – зобов'язати керівництву ТОБУС-ТОКРУДА надати доступ до трансформаторної подстанції нова представникам ПАДДТК Дніпроболу. Другий пункт – рекомендувати ПРАДПЕМЦЕК, керівництву ПРАДПЕМЦЕК, розглянути питання будівництва резервних ліній електропостачання окремих об'єктів, в тому числі двоєточник. Другий пункт – КНС-2. Понятна. У вас нічого не знаю? Нет. Рекомендації понятны – лучших собаководів взяв і виконав. Ну, ще раз, вам же в цьому місті працювати, ви б все-таки розглянули цю ситуацію. Понимаєте? У нас бюджет дефіцитний – 270 мільйонів, із них 75 мільйонів тільки ми зарабатуємо. Все інше – це деньги бюджетів обласного чи государства. 75 мільйонів – все! Більше денег нет. Нет? Ставить аналесування. Хто за данний проєкт решення – прошу голосувати. Хто против? Хто воздержався? Решення принято. Все, спасибо. Копии получили.